Когда-то начинали с магазина электротоваров, но в сентябре 2021 года поняли, что способны на большее, чем работа по принципу «купи-продай». Так и возникла идея создания завода электрощитового оборудования. За поддержкой владельцы обратились к властям, представив проект на предпринимательском чате. Затем получили статус резидента ТАСЭР. Сегодня завод выпускает комплектные трансформаторные подстанции различного класса и продолжает развиваться. Те преференции, которые позволили им работать в рамках преференции по ТОР, позволили им развиваться и дальше. То есть сейчас мы запускаем дополнительное соглашение по созданию склада и окрасочного цеха в рамках территории, опережающего социально-экономического развития. Работают уже на всю Россию. Очень приятно, что наши предприятия, городские, которые тоже работают в рамках территории, опережающего социально-экономического развития, заказывают изделия у них. Продукцию еще одного предприятия можно найти в известных интернет-магазинах. Женская одежда под маркой «Зукло» производится в Нефтекамске и находит своих обладательниц в разных городах России. Общая оценка по отзывам покупательниц – пять звезд. Мы оставляем только те модели, которые пользуются максимальным спросом и которые наиболее удачны со всех сторон экономически и для нас более выгодны. У нас профессиональное шилье. Не все. Это сложный изделие. Но у нас профессионал отшивает от 3 до 5 лет и платит денег. Открыть свое дело помогло обращение в центр «Мой бизнес». Там подсказали, как получить льготные займы на покупку оборудования. Первый раз я провала на 500 тысяч, в общем, мы сила. Второй раз мы взяли на льготные четыреста. Вот сейчас в процессе осваиваем и, соответственно, в процессе... Скажите, пожалуйста, насколько долго вы оформляли кредит? Так, это заняло у нас буквально, наверное, недели-две. За недели-две уже на лишний день? Деньги у вас уже были? У нас документы где-то две недели. По-моему, еще две недели, и мы получили данные. Так, соответственно, еще одну счет. Обратиться за такой помощью может любой начинающий бизнесмен. Для этого и проводятся встречи в рамках предпринимательского часа. Многое зависит от специфики будущего предприятия. Очень активно у нас развиваются микрозаймы. Мы идем лидерами по Республике Башкортостан до трех миллионов на два года на оборудование. У нас есть линия такая, как АСПК. По 350 тысяч можно получить займов на открытие собственного дела для людей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. По линии центра занятости можно получить по 150 тысяч рублей. Сегодня город готовит свою программу поддержки малого и среднего бизнеса. Летом планирует провести конкурс на получение субсидий для возмещения затрат на некоторые виды продукции. Об этом объявят дополнительно. Регина Кузнецова, Эльгиз Мениханов. Время новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова